Это Калининград. И мы сейчас у бункера, который был сооружен по приказанию генерала Отто Ляша, немецкого коменданта Кёнигсберга. Сейчас это, конечно, музей. Самое интересное, что я, как обычно, до первой спустился в бункер, подает он этот ваучер на оплату, и вдруг вижу Ляша. Понял, что снимаются фильмы, решил сделать туристам такой подарок. Когда я рассказал о штурме Кёнигсберга, о капитуляции, а теперь сам очевидец, кто подписывал приказ, вам расскажет. Ляш выходит, он понял задачу. Обалдевшие вот такие палки стали, как вы, вытаскивать у женщины. И одна дама спросила, как вы хорошо русский язык знаете. Не выглядели, не выглядели, да? А он отвечает, что актер, естественно, привык реагировать в рамкеатре. Я в приносе делу вас в гостях. Судьба человека. Отто Ляш. Родился 25 июня 1893 года в Плессе. И вот, что он пишет о себе. Я родился в доме Лесничего, местного князя, некогда известной местности Плесс. И благодаря стараниям отца мне была уготована академическая карьера Лесничего. Однако после окончания средней школы в марте 13-го года судьба уготовила мне первое большое разочарование. С карьерой Лесника ничего не получилось. Перспективы сделать карьеру на королевской службе были настолько плохими, что я мог рассчитывать стать старшим Личничем лишь к 40 годам. Поэтому я решила избрать профессию, которая также соответствовала моим склонностям. Я поступила на действующую военную службу в Егерский батальон. И вот дальше. Уже осенью 14-го года приходило обучение в военной школе. Разразилась Первая мировая война. После окончания 18-го года служил в полицейских частях в Восточной Пруссии. А с 34-го года вновь стал заниматься военным ремеслом. В первые августовские дни 39-го в Пруссии, в гарнизонах. И вот одним солнечным днем внезапно оборвалось наше беззаветное, счастливое, мирное время. Начинается Вторая мировая война, волю судьбы. Этот человек возглавляет военный гарнизон и оборону Кенигсберга. Он же принимает и капитуляцию, вернее подписывает капитуляцию. Наши парламентеры спускаются в бунты. И наши парламентеры, их возглавлял тот, что Горщиновский. Начальник штаба 11-го гвардейства полковой дивизии. 27 лет. Два капитана, Федоркович-шпитальник. Прямо прекратить боевые действия и капитулировать. Господин генерал, все немецкие войска в Восточной Пруссии, с исключением одной, только в вашей незначительной группе, перестали существовать. Большинство сдались в плен. Ваши войска остались теперь в полном одиночестве. Положение ваших войск безвыходное. Против вас действует во много раз превосходящие силы Красной Армии. Наше превосходство в уртиллерии, танков и авиации вам известно. Вы обречены. Помощи вам оказать никто не может. Вся немецкая армия стоит перед Казахстанской. Бои идут 45 километров от Берлина. И отправляется в качестве военнопленного в российские тюрьмы для военнопленных. На самом деле он сидел, как и все немецкие генералы, до 1951 года. Где сидел? В лагерях, в тюрьмах наших. А где? Не знаете? Знаю, конечно. В Суздале не был? Да, конечно, в Суздале сидел. Вот, это очень важно. В Суздале он находился. И там писал уже свои воспоминания. И вот уже, смотрите, это конец 60-х годов. Оттеляж, третий справа, в субусе немецких друзей, уже находится в Германии под Годесбергия. То есть он был возвращен из советского лагеря в 55-м году. Получил пенсию как генерал пехоты, опубликовал две книги воспоминаний, увлекался охотой, много путешествовал. И умер в 71-м году. Благополучно был похоронен в Бат-Годесбергии. Сегодня это бой. Вот такая судьба человека, которая счастливо разрешилась. Субтитры сделал DimaTorzok